всем привет предлагаю начать просмотр видео с подписки на канал мы стараемся снимать и монтировать интересное видео поддержите нас а вначале давайте вспомним на чем же закончилась предыдущая серия теперь мы поднимемся наверх посмотрим оттуда продолжаем трудиться это уже второй ряд первого окошка мы сделали это мой салат который я сам сделал это бургеры которые я приготовил последствия шквала breaking news нас на нас чуть не навалило большую лодку прошли в пяти сантиметрах от нашего буржпита ладно 20 20 приглашаем вас во второй сезон мы отправляемся в путешествие по болярским островам мы покажем вам майорку минорку ибицу и форментеру не забывайте подписаться чтобы не пропускать новые видео а вначале вкратце покажем что будет в этой серии еще воспоминания прошедшем шквале убираем усы поднимаем якорь и уходим дальше первым делом пришли на заправку залить танки воды делаю маленькие блинчики думаю будет очень вкусно и наслаждаюсь вот таким видом потрясающим первые блинчики пошли шоколадные ням-ням-ням ветер кончился без мотора конечно приятнее идти но неприятно идти один с половиной у нас первый длинный переход после объединения автопилота и карплотера в одну сеть начинает уже утром моросить дождик не знаю будем раскладывать панельку или нет у нас соседней лодки на которую навалились издалека видимых повреждений нету немножко поцарапано но вот эта вот металлическая часть как влитая интересно что у другой лодки скоро усилится ветер но шквала сегодня не ожидаем сильного много лодок переставились на ту сторону да мы честно говоря ленивые засранцы хоть у нас тут близко лодки держимся мы мы решили не переставляться плохой урок вчера был плохой и опять к этой мели близко еще воспоминания прошедшим шквали как мы уже говорили лодка которая пыталась на нас навалиться прошла в двадцати сантиметрах от носа нашей яхты тут до меня доперло почему она все-таки у нас не врезалась дело в том что когда сносила относительно нашей лодки боком и потом они резко врубили вперед они начали проходить у нас рядом с носом а я к этому времени уже успел отвернуть нос сюда дав выкрутив руль налево и надо был включен двигатель заранее логично и дав вперед то есть нос у меня отвернулся а потом я думаю а они пошли и сейчас если я дальше буду вперед газовать то они нам подставлю им нос поэтому дал назад а так как у нас лодка назад с выкрученным рулем с не выкрученным рулем все время движется ровно прямо потому что полный киль но она откатилась немного назад видимо вот этот метр который она успела откатиться сыграл свою роль то что мы своим шпитом он там все не прошибали но при этом маневре у нас мы начнули цепь не в цепь да не в любом случае на она и так натянута была в цепь они бы в любом случае врезались своим килем потому что ну она идет под углом они прошли прямо у нас ну да прямо рядом рядом прям по цепи удивительно когда они зацепили нашу цепь лодку так нашу лодку так носу так в сторону это было роковое стечение обстоятельств потому что из-за этого их навалило на соседнюю лодку из того что у нас прилетел северный ветер стало холодно и никитос решил одеть свою пижамку представляете в августе месяца на майорке мне тоже честно говорят по вечерам прохладно я укрываясь еще с ледиком поднимаем якорь и уходим дальше первым делом пришли на заправку залить танки воды будем поднимать парус ветер даже есть очень здорово и испортились вкусные шоколадные мюсли теперь я думаю как бы их использовать вы выкидывать не хочется я решила сделать что-то наподобие блинов не знаю получится ли у меня или нет но в целом будем пробовать никитос очень удивлён посмотрите на обрыве растут деревья удивительно как они там умудрились вырасти мы сейчас будем проходить между маленьким островом и островом майорка на острове находится заповедник делаю маленькие блинчики думаю будет очень вкусно и наслаждаюсь вот таким видом потрясающе первые блинчики пошли шоколадные ням-ням-ням-ням это со сгущеночкой почему так шумно без мотора конечно приятнее неприятно идти один с половиной подошли к острову ближе сверху там смотровая башня а в седловине интересные террасы по этому острову есть дорога пешеходные маршруты и на острове есть маяк даже два по середине пролива скала обозначенная как навиграционная опасность и сверху два треугольничка на снегом глубина часть 12 метров интересно какой ветер будет на той стороне острова и будет ли он вообще да конечно Нас обгоняет лодка Ну, скинь скорость, пускай он ее Скинул, да? Как пойдем по этой стороне? Хочу Мористе пойти, чтобы Может, там ветер какой-нибудь поймаем Потому что под вот этой стеной Ветра точно не будет Егор, кой! Вот в хорошем мире никто не мешает Я думаю Что она повернет в рамки Я тоже думаю Остров Драгонера С противоположной стороны Очень живописная скала На этой стороне много яхт И Сережа говорит, они идут без парусов Значит, ветра здесь нет И моторить нам и дальше К сожалению Да, Сережечка? Да Утренняя чашечка кофе И вот У нас первый длинный переход После установки После объединения Автопилота и Картфотера В одну сеть Сейчас включили движения по треку И вот сама идет По тому треку, который мы Ей записали В дальнейшем Вот так вот это Подожди, пригляди В дальнейшем еще хотим Подключить Вот этот Картфотер К Wi-Fi И с Navionics С телефона Скидывать с треки Прямо На Картфотер И Картфотером Управлять уже Автопилот Картфотер Будет управлять Автопилотом По треку Но Все равно Нужно осцелить За обстановкой Чтобы Никого не врезаться А там и Аист Подключим Он будет сам Объезжать Еще ветер Раздувать будет В парусадах Да Все это Актуально Только в том случае Если нет ветра Но с ветром То тоже актуально Наверное По треку Навигация Бессмысленно Вот Мы как всегда Вышли В тот момент Когда дует Непонятно откуда Непонятно как И поэтому Опять движемся Под мотором У Сережи Сегодня Первый день Отпуска И мы Хотим За время отпуска Обойти Майорку До конца По северной Стороне Получается У нас будет Две остановки А то и три И обойти Минорку Я не знаю Насколько это реально Мало реально Ой Планы грандиозные Это просто невозможно За каждым Поворотом Открывается Потрясающий вид И хочется Все это Заснять Я не знаю Как вы это будете Смотреть Интересно вам Это будет Или нет Но Я хочу оставить У себя На память Пришла волна От моторки Большой Мы отключили Автопилота И Сережа Сам отруливает А дети Сражаются С ящиками Да У нас Открыты ящики С приборами Дети пошли Их ловить А теперь Ту Огромную волну Встречает Еще одна Парусная лодка Вон Они И решили Встретить Основ Это правильнее Тем временем Сережа Здесь Следит За обстановкой Периодически Посматривая И Шлет Наши окошки Теперь у нас Будет Прямо Видимость Огонь Огонь Егорыч Развлекает Папу Читает Интересную Книжку О чем О чем Книжка Громко Пробескайский Зарвив Да Пробескайский Зарвив Какой-то человек Его Исекает Там Постоянно Штормит Я сейчас Пойду Мыть посуду И готовить Еду На Обед Никита Математику Делает Идем Никита Пить Хочется Мы там Сидим Внутри И не видим Такую Красоту Не хочу Идет Делать Говорят У нас Моторсейлер Вот что-то Как-то Он у нас И правда Очень Слишком Мотор Слишком Мало Сейлер Опять Мы выбрали Время Когда Ветра Нет Волны Нет Особой И идем Вдоль Северного Побережья Майорки Красиво Конечно Но я бы хотел Под парусом На мотором Пока лодка идет Под автопилотом Мама готовит Есть Мы с Егором Выбрались На палубу Хорошо Посидеть На носу Мусор В море Строительный Мешок Плывет Был Недавно Шторм Да И много Мусора Наверное Унесло Вот это винты Вот это винты Из вот таких Мешков В море Навин И все Народ А народ Обед Подан Прошу Всех Кушать Пам А подключим Ягодь Обязательно Пойдемте Пошли У нас Сегодня Свежие овощи Пюрешка И сосиски Все это Очень легко Готовить В переходе Сели Немножечко Позаниматься Конечно Шумно Никита Решает Математику У меня тут Рендерится Видео И Также Я Немножко Отредактировала Мой файлик Это у меня Мой проект Поп-ап Азбука Уже есть Тестовая Страничка Распечатанная Никита Давай Первый Пример Ответ Четыре Молодец Дальше Еще будут продукты питания Которые Можно будет взвешивать На Весах Вот так Вот так Вот так По-моему Это же Вот так А для чего Тут органы Каждые Витамины Важны Для определенной Части Твоего Организма И тут Указаны Для зрения Для зрения А это Для энергии Для энергии Да Для Энергии Важны Для Мы уже подходим Сережа Опускает Грот Тут Гиг Ровненько Позиционирует И Вот уже Наша Бухта Смотрите Там Видите Белый Маяк Нам Туда На Что Нужно Встать Вход В бухту Сальер Тут Много Гротов Над Горами Образуется Дождевые Облака Дождика Нет Каренный Лес 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 Ого Какой Бухту Как Лес Желтым Сменили Баб Трещусь Да Вот Их А Вот вот это защищенная не он снизил скорость первым делом конечно купаться сейчас спустим сабот тузик искупаемся а потом сережка с мальчишками пойдет на разведку местной округи возьмут наверное машинки по запускаем сабот готов и гор может спускаться папа может спускаться вот там маринер заходит огромная лодка смотрите там не знаю 5 палуб просто гигантская но четыре или пять палуб огромные тут вообще очень много необычных лодок вот там красненькая посмотрите там кетч интересные у него две мачты выходят из одного места шхуна такая и есть такое вооружение если знаете эти подскажите нам что это за вооружение такое там вот необычная зеленая лодка там 3d а вот это конечно необычная красная лодка о разворачивается ну как она всегда хватит быть есть она пятипалубная потому что снизу еще одна палуба есть принимать вон там на тузике кто-то выехал навстречу будут заводить а там вдалеке стоит хопло это наши друзья из санта понце нужно будет потом к ним съездить поздороваться сейчас мальчишки пойдут гулять возьмут машинки а вечером я возможно успею еще на пробежку если будет не очень поздно когда они вернутся для чего ты должен посвятить ребята готовят свои rc машинки спасибо за просмотр видео не забудьте посмотреть анонс следующего видео он будет в конце и конечно если понравился наш ролик подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии этот без сомнения помогает продвижение канала что такое а я остаюсь на хозяйстве помыть посуду нужно все убрать убираем утром паруса зачехляем все и видим к нам пришло интересное судно что и 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